Белоруссия в 90-е была, пожалуй, единственной страной из СНГ, которая полностью решила проблему организованной преступности с самыми жесткими мерами. Президент Александр Лукашенко вышел на тропу войны с криминальными авторитетами в конце 90-х. Он воспользовался громким убийством депутата Евгения Миколуцкого как поводом для существенного ужесточения предпринимаемых мер. Им был подписан специальный декрет, который действовал до 2001 года. На это время документ заменил собой уголовный кодекс, наделив сотрудников милиции расширенными полномочиями и разрешив им в отдельных случаях стрелять на поражение. В стране стали загадочно пропадать без вести криминальные авторитеты. Владимир Клещ, Щавлик ушел и не вернулся в декабре 97-го. Через два года также бесследно пропал Александр Травецкий, Траца. Других криминальных лидеров с завидной периодичностью настигала смерть. Некоторые из них умирали в СИЗО, якобы от естественных причин, как это было с главным вором в законе Белоруссии Петром Наумовым. Наумом. Считалось, что в стране действует эскадрон смерти, по аналогии с белой стрелой из России, организации, состоящей из бывших и действующих сотрудников спецслужб. И якобы у них одна задача – устранить авторитетов преступного мира. За эти годы был сильно увеличен штат белорусской милиции. Сотрудники правопорядка ловили авторитетов на заправках, где те останавливались на своих дорогих иномарках. Они предлагали проехать с ними. А если человек отказывался или оказывал сопротивление, то его моментально заталкивали в багажник, предварительно распылив там слизоточивый газ. С рэкетом, останавливающим машину на трассах, расправлялись еще жестче. Приодетые сотрудники дожидались, когда остановят их машину и просто расстреливали вымогателя без суда и следствия. Доходило до того, что под прицел попадали не только сами криминальные авторитеты, но и их семьи. В целом Белоруссия стала бороться с криминалом теми же методами, что использовали сами бандиты, правда по отношению друг к другу. В 2006 МВД страны заявила, что на их территории не осталось действующих ОПГ. Это при том, что в 1994 банд насчитывалось около 150, а криминальных лидеров, управлявших ими – более 100. ОПГ. 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 ОПГ.